всем привет меня зовут павел вы видите здесь много разных коробочек это значит что мы сегодня посмотрим из чего состоит у нас радиоуправляемая дрифтовая машинка до сих пор я подобные машинки не собирал это для меня какая-то новая вселенная и я только планирую ее познавать так что сразу скажу что вот это вот все добро сегодня никуда не поедет потому что не хочется как-то в спешке собирать все это дело и тем более что-то испортить очень не хочется потому что каждая вот эта ерундистика стоит денег поэтому машинка моя поедет где-то в следующем году только а сейчас давайте поближе посмотрим на каждую из этих коробочек начать предлагаю с движка для меня это по крайней мере что-то самая знакомая из представленных компонентов так интересная защелка это без коллекторный двигатель и плюс к трем контактам вот этим силовым у него есть еще разъем даже два каких-то вот один разъемчик вот это что такое два разъема почему-то я не знаю почему может просто это один и тот же разъем но его нельзя в какой-то ситуации вот так вставить а отсюда удобней ну тогда провода надо будет вставлять вот с этой стороны потому что если сюда вставить разъем а это разъем так крепежные болты и вот он у нас проводок это нам говорит о том что движок этот сенсорный я не знаю написано здесь где-то этой линии но самое главное что здесь написано дрифт все мне больше ничего не надо если честно дальше не понимаю вот десять с половиной витков сенсорный движок болты длинные можно и что угодно прикрутить так откладываем в сторону чтобы движок у нас работал нам нужен регулятор оборотов наклеечки там имеются и регулятор этот тоже вроде какой-то приличный не стал я самый дешевый покупать вот у него пять контактов три силовых на двигатель и плюс и минус это на аккумулятор также вот он разъем это как раз сенсорный разъем я так понимаю что он дает какое-то более чувствительное управление двигателем там какие-то бустые турбо регулируются не знаю что там за турбо значит здесь микро юсб разъем обновление прошивки наверное его то есть короче надо обновлять какая-то деловая вот эта колбаса проводочки есть все цветные но провода хочется конечно чтобы они были однотонные поэтому купил такой провод вроде одинакового сечения вот с этими вроде похож хотя у него какая-то более толстая оплетка или он просто не зачищенный короче я вот этот покупал авг-12 на нем написано вот купил метр провода хочется чтобы все было черненькое надеюсь метра хватит а да вот тоже самое 12 авг так что провода должны быть черненькие единственное может быть один красный оставить на плюс потому что я слышал что частенько путают ну не частенько а бывают случаи что путают на аккумуляторе плюс-минус ну не туда втыкают плюс и все и вот эта штучка сгорает а эта штука на самом деле это sky rc тоже тоже торо 160 pro она стоит прилично и из запчастюлек такая она самая дорогая дороже движка даже вот еще есть вентилятор тут в комплекте вот он под него беленький разъем сюда он будет прикручиваться вот они болты а еще вот эту штуку надо припаять наверное на плюс с минусом не знаю надо вот эту штучку почитать тут будет все написано далее у нас куда-то в разрез между движком а нет это гироскоп он будет вставляться в разрез с с сервомашинкой так что это пока здесь а вот сейчас про эту штучку расскажу купил сразу блютуз донгл это вот такая маленькая штучка это программатор регулятора оборота вот этой штуки я не знаю может он даже может прошивку ему обновить блм 010 будем смотреть мини usb разъем с двух сторон вот кабель и прежде чем использовать надо будет его обновить и потом будет возможность программировать там всякие вот эти бусты turbo если честно не знаю пока что там за что отвечает так наклеечки это у нас сервомашинка вот такая маркировка у нее она металлическая ну тоже вроде приличная какая-то и у нее особенность есть в том что она 7 и 4 вольта поддерживает то есть не только 6 вольт работает а еще может работать с большим вольтажом и соответственно побыстрее работать вот у нее есть качалки разные я пока что не знаю какая мне из них понадобится вообще не знаю дел никаких в процессе буду все это смотреть надеюсь в инструкции там все подробно написано и вот он гироскоп отдельный выносной я так понял что вот эту штуку можно подключить даже на мою лего радиомашинку на примитивную мою радиосистему и моя машинка поедет ну сильно лучше по крайней мере в теории это так я так понимаю он вот в разрез вставляется между сервы и регулятором наверное серва вставляется сюда а тут еще два каких-то ну короче не знаю надо будет все это смотреть самое главное есть скотч какая-то отвертка композитная можно крутить руками здесь есть крутилка ну мне кажется вот это все можно регулировать и с радиосистемы крутилка это как будто эхо войны какой-то не знаю насколько она мне тут нужна но вряд ли я буду ей пользоваться ну физическим этим регулятором так далее аккуму даже в аккуму есть наклейки ну клеить пока их некуда нету у меня еще корпуса значит он у меня небольшой 4300 у меня ампер часов и он где это написано вот 74 вольта они бывают 7,6 еще поприличней но для начала я взял грубо говоря дешевый аккумулятор небольшой и на 74 вольта чтобы пробовать так здесь закушки какие-то стоят а вот здесь мы видим плюс-минус но контакты одинаковые может быть поэтому их иногда и путают далее отдельно пришлось купить вот такую штуку ну в зарядке у меня вот такой разъем xt60 написано вот здесь и вот это балансирный разъем я вставляю красный плюс это минус ой выскочила а ты что не выскочила затычка контакты сквозные получается прикольно прикольно и вот сюда еще один маленький разъем поскольку этот аккумулятор двухбаночный все вот так он будет заряжаться и я попытался сразу купить наконечники вот такие это наконечники 3,5 миллиметра кстати надо посмотреть насколько они подходят вот ну блин можно было наконечники сюда покупать поменьше наверное вот с каким запасом они здесь ну хотя может это нормально можно было и 3 миллиметра покупать по-моему так ладно а вот здесь в аккумуляторе я так понял что вот эти разъемы 4-х миллиметровые и я наверное сделал ошибку потому что я заказал вот это вообще для сборки аудиосистемы наконечник надо его хотя бы сравнить ну как по-моему он сильно больше блин блин какой-то он прям здоровый не сломан не лезет он сюда нет а нет залез вот вот ну в теории то есть я что хотел я хотел чтобы у меня провода вот так не торчали вверх а вот так аккуратненько торчали они здесь значит паять ничего не надо закручивается то есть я могу взять сюда проводок а он сюда правда с оплеткой даже помещается ну конечно наконечник этот конский вообще не знаю может быть что-нибудь другое надо или может эти конские поставлю проводок зажму здесь позволяет здесь два винтика один и вот второй там поглубже может быть и так сойдет как говорится и самое интересное самая дорогостоящая запчасть это у нас непосредственно сама моделька шасси так что мы тут имеем несколько пакетов 8-10 это я так понимаю не начало а вот третий 5-4-2-1 вот отсюда мы будем начинать сборку вот это основание ну тоже это какой-то просто пластик так что это у нас презентация какая-то или это инструкция сама ну вот здесь показано куда я буду что тут вставлять тяги регулируемые а вот так сервомашинку буду собирать два варианта короче ну надо в этом машине разбираться а это каталог какой-то запасных частей вот не хватало мне только запасные части сразу покупать пока я это делать не планирую хотя возможно придется вот это тоже походу наклейки это я не знаю что-то такое структурно это можно вырезать прямо что ли и клеить на на кузов кузова у меня еще нет так здесь какая-то идет трубочка не знаю пока зачем она нужна и вот она сама инструкция по ходу значит модель называется rmx rrx раньше модельки были только rmx или rrx разница в том что rmx это движок стоит в базе перед осенью перед задней вот как здесь нарисовано вот на этой картинке вот тут движок rrx это двигатель стоит вот здесь за осень и вот это этот набор он объединяет в себе две модели поскольку двигатель может располагаться и здесь и здесь далее схематично я смотрю аккумулятор регулятор приемник и вот тут наверное где-то сервомашинка список деталей набор инструмента и инструмент здесь какой то есть есть шестигранники и ключ 5,5,4 а и даже есть головка ну классно а я купил значит я почитал что нужно купить где-то здесь ну вот значит эти шестигранники есть хексы а я еще купил звездочки значит двойка полторашка причем она вот так крутится какие-то вот это отверстики какие-то они вроде как приличные и два с половиной три штучки но походу здесь нужны шестигранники хотя написано хекс и здесь написано хекс но это же не шестигранник или шестигранник на звездочку похож но выступающие у него немножко края наверное тоже это шестигранник полторашка ну какой побольше 2,5 ну да это шестигранник то же самое а так вроде как звездочка ну ладно хорошо и хорошо что у меня есть вот этот ключик потому что я купил вот вот такие ключи чугунные они толстые не знаю смогу ли я ими рулевые тяги крутить вот на 7 и на 5,5 два штуки их надо и вот эти головки тоже хотел покупать но вроде есть тут крутилка так что ладно хоть головки еще не купил видео уже порядком так подзатянулось а у меня есть множество коробочек стало только множество открытых коробочек так что процесс сборки я наверное снимать не буду поскольку повторюсь я буду делать это в первый раз и это будет процесс такой творческий и увлекательный то есть соберешь там что-нибудь под сборочку потом окажется ой неправильно разобрал пересобрал а потом окажется что собрано было все нормально ну и что-то в таком духе мне кажется сборка из себя будет представлять поэтому когда будет какой-то промежуточный результат там более-менее ощутимый я его обязательно сниму покажу поскольку мне самому интересно все вот это вот добро я уверен что разница колоссальная между леговской дрифтовой машинкой и вот этой полноценной машинкой вот этим шасси которая именно для дрифта и создавалась оно будет мощнее быстрее это сто процентов и что самое главное рулиться должно оно сильно интереснее список вот всех вот этих запчастей которые я купил вы видите сейчас на экране не факт конечно что они друг к другу идеально подходят но хочется верить что все это добро в итоге поедет так что продолжение следует это на с так что вы вы Продолжение следует...